Идея проекта «Дорога героев» 1812 года родилась несколько лет назад. Руководитель военно-исторического клуба «Победители» Вячеслав Лапашов нашел много материала о том, что Нижегородское ополчение для войны с Наполеоном в 1812 году формировалось в городе Арзамасе. В его рядах было около 20 тысяч человек. Пехота, эскадрон кавалерии, легкая батарея. Ополчение под командованием графа Грузинского дошло до Гамбурга и штурмовало город. Вячеслав Лапашов решил организовать «Пеший марш» по «Дорогам героев» 1812 года. Подобный марш мы уже проводили, это был 2013 год, у нас была целая программа гигантская, 15 лет или 16 она шла, и она называлась «Пеший марш, идущий за горизонт». Но это как бы его через небольшой промежуток времени, продолжение плавненькое. В однодневном походе по «Дорогам героев» прошли 60 человек. Военно-исторический клуб «Победители», секция «Центр внешкольной работы», военно-спортивное объединение города, студенты, ветераны, а также воспитанники школ города Арзамаса, села Выезднова и посёлка Суроватихи. Участники стартовали с соборной площади Арзамаса и дошли до села Абрамова, воссоздавая маршрут нижегородского ополчения. Всего ребята и взрослые прошли пешком 16 километров. Маршрут получился достаточно, ну, он небольшой, там, 4 часа всего на него ушло. Но для детей, которые в нём участвовали, вот в этом марше, я считаю, что это было интересно. Потому что я им уже, ну, и в начале маршрута сказали, и по ходу, ну, рассказывали некоторым группам о чём, что это такое нижегородское ополчение, кто в нём были, как воевали, чем вооружены, во что были одеты, кто командиры его были. Это был, ну, интересный такой эксперимент смелый, что люди сами на этом пути испытывают, ну, примерно, примерно же всё, да, примерно те же физические нагрузки, что и тогда, вот, 200 лет назад. Марш проходил по улицам Арзамаса и по дорогам Арзамасского района. Это был первый этап проекта «Дорога героев» 1812 года. В следующем году планируется продолжить маршрут уже от села Абрамова.